Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня я расскажу вам о некоторых проблемах девушек в макияже. Вот бывает у тебя такое, что ты накрасилась великолепно изящный макияж, а потом через 10 минут ты понимаешь, что все твое лицо блестит. И тот макияж, который ты делал, он просто уничтожен, потому что на лице жирный блеск, под глазами тушь, на глазах тоже следы от туши, и все выглядит просто катастрофически плохо. Так вот, сегодня именно об этих проблемах мы с вами и я, и ты поговорим. Покажу вам, как избежать этих проблем и что делать, если эти проблемы уже... Уже случились. Обязательно смотри это видео до конца и кидай его подружке, и подписывайся на мой инстаграм. Слишком много действий, которые нужно выполнить, но лучше бы сделать их все. Да, кстати, в моем инстаграме можно найти фото меня, истории со мной и даже... Видео со мной. Пользуясь случаем, передаю привет Тильняшке, ведь именно ее постоянная авторская рубрика «Проблемы всякие разные и неприятные» вдохновила меня на съемку этого видео. «Тилька, я тялю». Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал. Тык. Включай себе уведомления в аппликациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И приступаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Ай-яй-яй-яй-яй. Девчонка озорная. Я использую мой обычный солнцезащитный увлажняющий крем. После его нанесения что с моим лицом происходит? Ага, мое лицо все блестит. И если я прямо на этот крем сейчас нанесу тональный крем, то я получу эффект даблсияни. Поэтому, чтобы избежать данной ошибки, мы наносим на наш крем в обязательном порядке какой-нибудь праймер или затирку для пор. Когда ты наносишь праймер на лицо, то ты избавляешься сразу от двух проблем. Во-первых, ты убираешь нежелательный блеск от крема. Во-вторых, ты, если у тебя есть расширенные поры, их тоже убираешь. Ну не то, чтобы ты их убираешь, но ты их очень качественно маскируешь. Это просто супер важно. О, это настолько важно, что пришел код. И теперь, когда ты наносишь тональный свой крем, у тебя такой проблемы уже не будет. Теперь проблема, которая связана с тональным кремом. Есть два пути решения проблемы с тональным кремом, если он темноват. Первая проблема решается элементарным образом покупать не тональный крем, а BB крем. Потому что, как правило, в линейке BB крема есть только 3-4 оттенка. В корейских немножко больше. Из этих 3-4 оттенков важно только понять свой цвет кожи. Он или светлый, или средний, или темный. И если он светлый, это значит, что у тебя нет загара. Если средний, это значит, что у тебя не очень темный загар. Но, соответственно, темный, это если твоя кожа, ну, выглядит как-то так. То есть, если ты любитель позагорать на солнышке. С BB кремами проблема решается элементарно. Как она решается? Да так, что просто ты берешь, наносишь, и он подстраивается под твою кожу. Чудеса? Чудеса 21 век. Также преимущество BB крема заключается в том, что BB крем можно наносить любым средством. Даже пальчиками. Я, например, использую пальцы в данном случае, и мне это кажется очень удобным. Да, я могу взять кисть, но никакой разницы не будет. Конкретно я использую монтирующий BB крем кислородный баланс. Вторая проблема, с которой вы можете столкнуться, или первая, я не помню, что у нас было раньше, это если вдруг ваш тональный крем, ну, или вдруг даже BB крем не подходит вам по цвету кожи. Что делать в таком случае? В таком случае вы можете взять ваш обычный крем, взять ваш тональный крем и немножко их смешать. И таким образом вы получите тональный крем-крем, который будет по цвету чуть-чуть светлее, в случае, если текстура для вас темновата. Что не так с моими бровями? Раз, два, три. Как вы думаете, что не так с моими бровями? Отвечаю. На самом деле с моими бровями все не так, потому что они совершенно разные. Но, согласись, иногда такая проблема действительно возникает. Вроде ты красишь свои брови, вроде у тебя все хорошо и все классно получается, но по итогу выходит так, что брови получаются кривые и косые. Что же делать-то в такой ситуации? Ну, есть несколько вариантов по классике. Первый вариант стереть и нарисовать снова. Это, в принципе, неплохой вариант, но плохой в том случае, если нет времени. Второй вариант взять консилер и вот так вот просто все забухать, закрыть. Замечательный вариант в том случае, если у тебя есть именно консилер, который, возможно, что справится с этой проблемой. Но что делать в третьем случае, если нет времени и нет классного консилера? Все очень просто. Ты берешь самую обычную пудру, берешь чистую кисточку и при помощи чистой кисточки и пудры сверху и снизу твоей брови просто затираешь все те неровности, которые ты себе там намалевала. Перед этим я, конечно, рекомендую очень плотно расчесать свои брови, чтобы все остатки теней для бровей, ну, как бы, были уже наружу, чтобы мы, когда их маскировали, могли все это сделать и сделать очень ровненько. Кстати, если вдруг по какой-то причине свое начало брови ты тоже сделала слишком ярким и реально не понимаешь, что с этим сделать, потому что щеточкой ничего не получается организовать, то делай все ровно то же самое. То есть возьми пудру и пытайся, как будто бы пудрой по направлению к своей переносице растушевать вот эту вот ненужную тебе тень. Ну, а чтобы уже, наконец, передать нашим бровям уж максимально-максимально идеальный вид, то я рекомендую расчесывать их по направлению вверх специальным прозрачным гелем для бровей. А теперь я расскажу вам, как, наверное, бороться с одной из самых неприятных проблем в макияже. Это с тенями. Но прежде чем мы начнем про тени, слушайте внимательно. Я хочу напомнить вам об одном очень важном конкурсе, потому что в этом конкурсе много призов. Фокси, вы же помните, что в одном из моих прошлых видео я говорила вам о конкурсе, который проводит Фаберлик? Так вот, напоминаю, что вы все еще можете выиграть те самые призы. Для этого нужно сделать самую малость. Нужно пройти по ссылочке, которая будет в описании под этим видео, зарегистрироваться там и сделать заказ на сайте. И уже совсем скоро я случайным образом выберу трех победителей. Давайте я на всякий случай напомню вам или расскажу снова о подарках, которые получат первые три места. Вот так. Первое место получает три годовых набора с запасом косметики. Офигеть. Второе место. Пять подарочных сертификатов на сумму по 1000 рублей каждый. И третье место. Десять. Десять подарочных сертификатов на сумму по 500 рублей каждый. Это же всем подружкам можно раздарить. Красота. Участвуйте в конкурсе. Совсем скоро я уже буду объявлять победителей. Еще на инстаграмчик мой подпишитесь, чтобы не пропустить объявления победителей. Ай-яй-яй, девчонка озорная. Что делать, если ты наносила такая тень и все было красиво и элегантно, но случайным образом сделала их слишком резкими и вообще никак не можешь растушевать. Ну вот, ну не можешь и все. У меня такое случается достаточно часто. И такой маленький вам лайфхак-теры совет от меня. Я просто беру пуфистую кисть, ну или ту кисть, которая наносила тени. Я немножечко наношу на нее пудры и уже при помощи пудры как будто бы растушевываю эти самые тени. Получается, кстати, очень красиво и растушевка получается очень нежная. По-моему, этот лайфхак один из реально самых лучших. И я не понимаю, почему он все еще не пошел в массы, в массы людей. Так что поделись этим видео с подружкой, пусть она тоже, ну, типа не лажает. Кстати, в качестве теней я использую ту же самую палетку, которую использовала на бровях. Потому что обычно те самые цвета, которые мы используем для бровей, идеально подходят для того, чтобы скульптурировать глаза. Кстати, еще бывает такая неприятная история, когда ты вроде накрасила глаза и все так красиво и элегантно, и все как мы любим с вами. Но наносишь ты свой макияж и понимаешь, что все тени у тебя осыпались на нижнее веко. И это выглядит очень неприятно. Кистью это не растушевать. А что делать-то, собственно? Так вот, это просто-напросто перекрыть все это добро консилером. Да, именно так. Просто перекрыть это консилером. Звучит, наверное, странно и страшно, и кажется, что ты просто разведешь всю грязь. Но, смею вас заверить, это не так. Давайте прямо сейчас вместе посмотрим. По-моему, вышло просто очаровательно. А, и еще такой маленький бонус от меня. Он не относится к рассыпчатым теням, но он поможет вам избежать любых проблем вообще с тенями. И этот лайфхачок заключается в том, чтобы использовать не рассыпчатые тени, а кремовые. Если вы давно следите за моим каналом, вы знаете, что я просто без ума от любых кремовых теней. И вот тут у меня как раз есть специальные тени, которые можно использовать так же, как тинт для губ и румяна. Конечно же, теперь нужно просто взять тушь и накрасить ресницы. Поэтому я просто беру тушь и крашу ресницы. Вот я думаю, сейчас будет одна из самых распространенных проблем, связанных с тушью. Это отпечатывание туши на верхних, на нижних ресницах и вообще, где попало везде. Проблема, да? Вроде как даже очевидная. Собственно, чтобы сравнить эту проблему, нужно только одно. Время. Ждем, пока тушь полностью высохнет. Прям полностью. Вот полностью. Кстати, если ваша тушь новая, и вы не хотите, чтобы у вас все было в комочках и пауколапочках, то прежде чем использовать тушь, делайте вот так. Кстати, пока тушь сохнет, но это займет как минимум минуты 4-5, я предлагаю разобраться, что же делать с румяшечками, если облажались чутко. Вот палетка румян. Вот румяна, вот моя кисть, и вот я беру румяна, и предположим, что я их сейчас переберу. Вот, собственно, и проблема. Что с этой проблемой первая мысль хочется сделать? Это сделать вот так. На, растушуйся. На, пожалуйста. На, умоляю тебя. Не хочет. Классическая история. Можно взять светлый оттенок вашего скульптора. У меня он в этой же самой палетке, вот, ну. И просто растушевать его вместе с румяными. То есть вот так. Той же самой кисточкой можно. Если, например, палетки с контурированием у вас нет, и суперсветлого оттенка нет, то мы возвращаемся к старой, доброй, уже известной нам пудре. Мы не просто перекрываем пудрой вот так вот. Мы именно растушевываем вот ненужный румянец вместе с пудрой. Прям растушевываем его. А тут спит такая, ай-яй-яй, девчонка озорная. Иногда бывает такая проблема, что вот сделала ты великолепный макияж, и все у тебя хорошо, и ты присыпаешь к прическе. И у тебя появляется вот такая вот проблема. Есть варианты 10 тысяч раз перечисать вот это вот все, чтобы твой хвост был идеальным, гладким. Но иногда бывает просто, что времени нет, а вот с этим вот ходить совсем не хочется. И это реальная проблема. Что делать? Очень просто. Берешь скульптор или тени для бровей, если у тебя темные брови, и просто-напросто закрашиваешь это все. Как видите, палетка теней для бровей это очень универсальная вещь. Ей можно делать как контуринг, так закрывать какие-то, я даже не знаю, что это, но это явно не проплешно. Ну, в общем, какие-то проблемы с волосами. Так еще ей можно и контурирование полноценное сделать, и там, не знаю, тени нарисовать. Просто идеальное приобретение. По крайней мере, мне моя палетка прям, ну, безумно нравится. Собственно, почувствуйте разницу, что называется. Зачем-то облысела, не облысела. Я не лысею, у меня все хорошо, наверное. Вот, теперь, когда у нас все с вами высохло, я беру обычную палочку, ушную. Обязательно сухую. Но сухие уже глаза, то есть, чтобы тушь подсохла. И просто вытираю все лишнее. А тут спит такая, ай-яй-яй, девчонка озорная. Что ж, теперь приступаю к самому вкусному. Ну, на самом деле, нет, но к одному из самых важных моментов. Это губная помада. Главная проблема, это то, что губная помада остается на зубах. Так как этого не допустить? Кстати, это та же самая штучка, которую я красила глаза, и ей еще можно щеки делать. Вот я нанесла помаду. И сейчас все выглядит хорошо, но где шанс, что через 10 минут она не окажется у меня на зубах, когда я уже об этом не буду знать? А шанса-то такого нет. Поэтому очень простейший лайфхак. Берешь палец обыкновенный, любой, какой удобнее, и делаешь вот так. То есть, просто-напросто растушевываешь помаду вот отсюда. Оставляешь ее на пальце до тех пор, пока не начнет не закончить пятнить. Как только закончат пятнить, никаких шансов того, что у тебя на губах останется помада, нет. И нет, ты не сотрешь вот этот вот слой помады, потому что ты убираешь ее ино отсюда, вот. Что ж, я надеюсь, что тебе понравилось это видео. Смотри мое предыдущее видео. Ах, да, кстати, вот же оно. Просто пи***. Это провал. Ну что это вообще такое, ребят? Ну это какой-то жареный блин на моем лице. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо